всем привет сегодня 16 октября 2020 года и я спешу показать вам саженцы из разина осенние и весенние посадки как они нарастают за лето и вообще немножечко рассказать про их продукцию и так это у нас роза принцесса астрид бельгийская эта роза пришла ко мне пересортом что сразу говорит о том что в разине пересорт случается потому что заказывал я принцесса шарлин де монако но получилась у меня вот такая красота наросла она очень хорошо больше метра цветок взял вот цветочек это уже больше метра сам куст достаточно большой здоровый цвел прекрасно и вот это вот все первый год посадка была в марте 2020 теперь гляньте какой огромный кустище что из него получилось и выросла в общем как саженцем так и самой розой я очень довольна рядом сидит чиппендейл этот саженец приехал ко мне прошлой осенью примерно в октябре 2019 был достаточно чахленький против остальных саженцев из разина даже немножечко меня расстроил но тоже прекрасно на рост достиг уже 90 сантиметров высоты 80 90 вот примерно так два мощных побега несколько побегов послабее но в целом очень мощная тоже роза я зря переживала что он на вид чахленький он очень быстро за сезон набрал свою силу и мощь цвел но вот сейчас пока так и больше я ему давать цвести не буду вот идут молодые побеги но немножечко подрастет и я его прищипну рядом тоже саженец из питомника розина это мэри n многострадальная про нее у меня очень много видео я ее высадила без вегетативной части то есть без веточек был только корень и прививка выращиваю я ее как вегетирующую розу она очень хорошо себя зарекомендовала очень мне понравилось я думаю что в следующем году она покажет себя уже во всю силу идем дальше рядом у меня еще роза шерлок холмс саженец был очень мощный очень хороший очень крепкий но сам по себе куст получился какой-то ну немножечко слабоват нарастал не очень видим он три побега которые потом дают еще по две веточки и того у меня 6 веточек куст цветет очень красиво очень такие красивые большие цветы вот он какую завязал коробочку большущую хорошую ничего у него не гниет вот молодые побеги нарастают прекрасные даже что-то там намечается какой-то цветочек но опять-таки чуть-чуть подрастет и я его прищипну уже сейчас не буду давать ему возможность цвести дальше идем есть у меня еще из резины вот такая роза жорж сант это чайно-гибридная роза для чайно-гибридки очень хорошо мощная роза вот побег который высокий взял тоже около метра уже здесь немножко неудачное место персик закрывает я планирую подстричь персик весной чтобы дать этой розе больше цвета вот как она наросла так сейчас покажу вот видим да более слабые побеги они начинают болеть первыми вот это вот все было бы неплохо сейчас вырезать в принципе я так и планирую этим заняться так вот какой мощный у нее здесь получился старт это не прививка вот еще один такой же побег это все были ветки которые дали молодые побеги роза очень хорошая очень красивая мощная саженец посажен весной весной посажен также шерлок холмс о котором только что рассказывала прижились отлично взяли высоту отлично очень меня порадовали но жорж сант пришла пересортом вместо кортес джубили что не очень радует теперь идем дальше роза шертрес де парм из питомника розина тоже высажена весной 2020 года роза схватила клеща паутинного поэтому некоторые листья у нее стали после клеща покрываться пятнистостью вы все знаете что клещ ослабляет розы и они сразу же моментально начинают хватать но после клеща она еще успела дать мне вот такой шикарный побег и вот он заканчивается бутоном и еще и еще даже успеет процвести а это роза волертон олд холл тоже прекрасная роза которая достаточно мощно наросла у нее высокие побеги этот побег уже примерно метр десять заканчивается тоже бутоном и я надеюсь что тоже успеет еще процвести роза сидит в таком тенистом месте за первый год взяла отличную высоту и не болела ничем высажена осенью 2019 а это мой монстр твуд от разины тоже высажен весной 2020 но как видим саженец достаточно маленький он пришел сам по себе хрупеньким таким ну очень тоненьким таким ну как вам сказать оставлял желать лучшего но что поделаешь высадила вот что имеем сейчас в принципе тоже хорошо что хоть так достаточно здоровый потому что у него здесь рисковое место рядом сидела фламентанс которую я выбросила из-за ее бесконечной ложной мучнистой росы и прочих заболеваний вот поэтому очень довольна что вовремя это сделала мастер вот у меня здоров сидит от разины мне пришла бриоза роза тоже собирается цвести взяла около 50 сантиметров высоты вот этот побег 50 сантиметров заканчивается тоже бутоном в принципе роза меня радует немножко там вот желтеют листья снизу опадают вот но в принципе уже пора уже осень в целом более менее нормальное состояние по здоровью прижилась очень хорошо все лето меня радовала своими цветами это тоже роза от разины априкот sky прекрасная плетистая роза взяла уже больше метра высоты особенно если некоторые плети распрямить цвела дважды это будет третье цветение видим вот у нее бутоны уже лопнули в принципе очень мне нравится очень хорошо себя показала в первое время ей не хватало воды она очень требовала водички 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 прям листики обвисали как тряпочки вяли но в целом и по здоровью и по мощи куста она меня радует высажена априкот sky весной 2020 роза лиола тоже посадка весны 2020 года прекрасно прижилась роза прекрасно себя показала наросла почти во всю свою высоту потому что эта роза маленькая и будет иметь всего лишь 80 сантиметров высоты вот этот побег уже примерно и взял 80 сантиметров ну может быть 70 роза мне очень нравится эта роза не махровая но очень симпатичная так видим у нее две мощных ветки две веточки послабее и одна еще такая можно сказать самая слабая ветка но листва хоть и не глянцевая а матовая листва здоровая она на ощупь такая как очень плотный картон она даже плотнее чем глянцевая листва у некоторых роз и поэтому я так думаю рядом с салли холмс которая болела клещом паутины но лиола сидит здоровая меня это очень порадовало покажу сейчас салли холмс вот она страдалица салли холмс так плохо видно на фоне зеленого сорняка на фоль на фоне хризантем не очень все хорошо так получается вот одна ветка с остатками цветения салли холмс но взяла роза примерно ну сколько здесь ну метр наверное высоты надо померить кстати 90 примерно 80 90 сантиметров точно есть будем считать 80 90 очень раскидистая широкая роза вот как она сформировала свои веточки болела клещом повторяю поэтому сейчас у нее такой вот жалкий несчастный вид но роза начинает отходить и в общем то достаточно неплохо старые листики схватили пятнистость конечно после клеща это за милую душу как говорится но новое более-менее розу обрабатывают осень не повод прекращать обработки салли холмс высажена осенью 2019 года а здесь у меня две прекрасные розы в одной посадочной яме это эстер queen of persia или же angel eyes тоже от разины и вторая роза она сейчас не цветет вот недавно отцвела это ice for you розы больше раскинулись вширь нежели ввысь ввысь они максимум сантиметров по 50 ветки взяли но в целом очень мне нравится и как они сочетаются и какой получился широкий кустик это первый опыт посадки 2 розы в одну посадочную яму пока что я довольна что будет дальше посмотрим как мое мнение изменится или нет по поводу такого способа посадки розы тоже прекрасно прижились высажены они весной 2020 очень меня порадовали цвели уже по несколько раз каждая вот ничего их особо не берет рядом с алли холмс метрах так в двух и они здоровенькие стоят клещ их не взял есть кое-какие проявления пятнистости но это мелочь в общем розы меня порадовали и последний саженец от разины это роза джекис фаворит это мощный кустик который растет и вширь и ввысь взял уже старыми весенними побегами примерно 70 сантиметров базальный побег выгнала роза вот на 90 сантиметров ориентировочно и в общем-то очень очень красивая в цветении джекис фаворит тоже высажена весной 2020 года прекрасно наросла прекрасно цветет без проблем принялась в общем-то роза супер и мой личный опыт сотрудничать с розином можно и даже нужно саженцы мощные хорошие переживаются на отлично как осенняя посадка так и весенняя конечно первые три года любым саженцам нужен активный уход но это независимо от производителя кто сомневался у разины все нормально саженцы мощные корневая очень классная и гарантия того что они приживутся этот 99,9 процента хоть то осенняя посадка хоть весенняя